ребят всем привет рада вас видеть хочу сразу вас ответить вопрос я не иду работать никакой массажисткой не в какой массажный салон я просто не почитала комментарии под видео ребят ну где я массажный салон не к тому что я там какая-то супер крутая эта работа там для людей не людей нет ну потому что мы куда ну какой салон и побойтесь бога мне уже за тридцатку и это в принципе не вяжется с моими моральными каким-то принципами вы же меня смотрите уже очень давно и прекрасно понимаете что в ролике я больше задавал вопросы ради интереса чтобы поддержать беседу все остаются на своих местах я в такси остаюсь вместе с вами вот вышли на линию сейчас поймала сразу заказ и собственно говоря едем забирать человека погодка не радует конечно плюс 5 середина декабря жесть вообще просто добрый день здравствуйте ой что у вас такая высокая машина ручки какие-то грязные ну только посмотрите какая погода ты на улице сегодня мыло через 15 минут такая же машина в порядке лишь не могу после каждого заказываем у тебя никаких денег не заработаю зорки один да да не поняла что у вас какие-то духи что ли парфюм такой запах нет у меня никаких нет духов но ведь у меня на кашель начался давайте мы пристегнемся с подождите видите как у меня кашель у меня аллергия я не менял парфюм я уже достаточно давно значит поможем и очень много очень вы же с людьми работаете да вы первый человек который жалуется на мой парфюм никто не жаловался и вонючек никаких машине не использую вы видите что творится я вот стояла ждала ничего не было ни кашля ни насморка это я хотела поехать в комфорт в поликлинику ну так вы же эконом заказали вот едем в экономе с грязной машиной и с пахнущим водителем хорошо что у меня духами пахнет а не перегаром и сигаретами я им ввожу вот эту бутылку с водой карточка еще не лезет у меня воды нет вам предложить у меня вода всегда с собой на всякий случай потому что в автобусе всегда кто-то там от него пахнет еще и на меня не пахнет от вас пахнет очень парфюмом парфюм очень такой жесткий либо его очень много блин по вас очень чувствительный нос я не это самое не отрицаю меня аллергия но на резкие запахи решила поехать такси в поликлинику потому что народу много сейчас против в автобусе и тоже все где пахнет и что конечно хочется поехать в комфорте раз уж ездишь на машине и каждый день ездим на машине точно точно не ездим видите как у меня я сейчас приеду какой комфорт приеду в поликлинику и мне скажут вы что больная приехали у меня здоровая так у меня не пахнет вообще ничем я сегодня даже не брызгалась своим парфюмом знаете тут у вас машина провоняла или не провоняла провоняла ладно нам тут ехать 3 минуты поэтому уж потерпите вау вообще непонятно девушка вы работаете в такси ну так сложилось поверьте вожу я не хуже любого мужчины ну ладно доедем по адресу это же поликлиника вы в поликлинику поедете да я очень вам просто невозможно дышать не только подвезите пожалуйста чтобы я ко входу хорошо не проблем да понимаете дело в том что даже не пользовалась сегодня парфюмом и у меня я предпочитаю свежие запахи свежий огуречек лимончик а тут не поймешь чем каким-то вот тут резким вонючим парфюмом либо копеечным либо я говорю недрубным я не знаю я говорю что я сегодня не пользовалась парфюмом и вы у меня сегодня первый клиент на смене значит я не буду спать что-то меня укачивать уже начали два светофора и мы в поликлинике как же вы в общественном транспорте доездите если вас укачивает и вы так резко реагируете на запахи да по всем кому так поэтому ты поехала сегодня мне укол надо делать я поехала на укол чтобы проехать комфорт заказала такси потому что купить в следующий раз закажите я не знаю комфорт плюс или бизнес класс к вам приедет большая чистая машина с водителем в костюме только поездка будет стоить там не 100 рублей а 500-600 ну я же все таки пенсионерка вот моя поликлиника все таки вы как-то не очень хорошо ведете мне вам качало я даже не знаю звенится перед вами что вас качало да че толку то мне уже качало наверное если б приехал какой-нибудь мужчина на ладе пахнущий сигаретами вам было приятнее вас бы не укачало не знаю я зря конечно я поехала на машине надо было на автобусе и деньги бы сэкономила и нервы бы сэкономила а там я удовольствие не получила сколько с меня 96 рублей пожалуйста мне так сказали вот я тут уже приготовила чтоб не искать бездача я так понимаю да очень спокойно естественно все заготовлено на дарами спасибо хорошего дня вам до свидания вам тоже Настенька, почему ты не возишь детей, да? Теперь, походу, я и пенсионеров возить тоже не буду. Что ж это такое? Ой, блин. Ребят. Я не пользуюсь жестким парфюмом вообще. У меня кинзо классический, он огурцами пахнет. Понимаете? Огурцами. Это трэш. Господи, за что мне вот такое вот? Я не понимаю. А ведь еще целый день работать. Ведь работать еще, мать его, целый день. О, боже мой. Видите, дождик на улице идет? Это мои нервы плачут. Это плачут мои крепкие нервы. Блин, ну вот не знаю, правда, ну смешно и грешно, как бы, да? Ну, наверное, правильно говорят, что маленькие, что старички, как вот, ну, как дети, да? Что вот им нужно все объяснять, все рассказывать, показывать. Вот, походу, вот этот вот случай. Но здесь такая прям морзая бабуля. Ребят, в мелочи, в пакетики. Ну, это пипец. Нет, для меня это деньги. В любом случае, их принимают в магазине уже хорошо. Ладно, не будем отчаиваться. Ну, вот, кроме как улыбки, у меня не вызывают, конечно, такие пассажиры ничего. Едем дальше работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!